самого доброго утра самой позитивной стране евросоюза латвия привет сегодня поговорим о стихийном бедствии которое нас постигло и так подведем кое-какие выводы вывод 1 государство делает вид что мы в безопасности но мы видим этих солдатиков гуляющих по улице машинки которые ездят и которые как будто бы отвечают за нашу безопасность так вот элементарная буря элементарный град о о котором в принципе то знали в метеослужбах и не было никаких предупреждений если мы возьмем даже тех же наших братьев литовцев у них каждому пришло смс сообщение на телефон наше правительство не отреагировала никак просто бросила своих людей все страшно подумать о том что будет если угроза будет посерьезнее однако есть положительные новости смотрите как мы начали между собой реагировать понимая что правительство бездействует но на же по сути сейчас нету правительством и там качается на одной таборетке и решает совершенно иные задачи а вот и мы начали друг другу пересылать видео сообщением и посмотрите мне переслали видео сообщение о том что 70 километров от меня вот такая ситуация случилась разумеется я поделился с десятью своими друзьями таким же сообщением и разумеется что я сделал побежал прятать свою машину то есть меня предупредил друг который живет за 70 километров от меня я предупредил своего друга который живет за 100 километров от меня это говорит о том что если наше общество будет вот так же дружно и реагировать то нам в принципе то и не нужно это правительство мы сами не жили как-то без них и в этой ситуации тоже разобрались как идти но к сожалению не у всех был телефон люди все бывают разные не каждый увидел эту угрозу и случилось то что случилось следующий очень важный момент есть нотки позитива нотку позитива я вижу в чем такие проблемы были раньше ребят но никогда президент латвии я не помню за свою жизнь чтобы президент латвии выезжал и каким-то образом пытался разобраться надо понимать что президент фигура номинальная он не решает эти проблемы он тут выступает больше как популист но посмотрим если будут решения людям действительно помогу помогут то я своей жизни увидел впервые когда народу плохо президент с народом для меня это очень позитивно следующий момент надо отдать должное президенту мэру город дауков пилса элкснес красавчик когда начиналась вот эта вот проблема он выбежал на улицу то есть вышел на улицу не сидел в кабинете не прятался где-то у себя дома а был с народом был со спасателем и решал эти проблемы вот по моему это единственный мэр латвийского города который действительно может носить гордо имя мэр респект и уважуха этому парню президент впервые отреагировал так как не один президент и большой плюсик жирный ему поставим это какая-то маленькая надежда что этот парень все-таки думает отчаяния их народа хоть один из мэров встал показав пример другим возможно другие мэры последует его же примеру в других случаях это позитивные нотки а теперь о конструктивных ребята такие ураганы их будет больше и больше и больше как решать эту проблему смотрите когда-то у нас была проблема авто 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 аварии помните как мы решали в тебя кто-то врезался ты выходишь начинаешь бить ему морду ругаться как-то договариваться на месте но вот этот беспредел который был вот сейчас точно такой же беспредел происходит в домостроениях и после того как государство ввело норму обязательного страхования автомобильного средства то есть окта каска у нас вообще-то перестала быть проблемы заметили к сожалению нам нужно вводить такое же страхование на дома полное страхование полное обязательное страхование для малых но не платежеспособных слоев населения пускай это будет окта для платежеспособных населения пускай это будет как ну каска но чтобы это было немедленное и полное покрытие немедленное полное возмещение чтобы в договорах там не было никаких запятых никаких оговорок и так далее это стихийное бедствие она покрывается полностью разумеется посмотрим как отреагирует наше теперь уже государство это будет очень интересно и если наше государство отреагирует должным образом то не лишним будет повторить что латвия самая позитивная страна евросоюза и живут в ней только правильные и добрые люди просыпаемся доброго утра